Что представлял из себя город Луганск в конце 19 века? Давайте почитаем статистические данные за 1887 год. Итак, в Луганске 6 церквей, 1 костел, 2 синагоги. Средних учебных заведений 7, 2 мужских и 5 женских. В городе работают 1 библиотека, 1 больница, 5 аптек, 9 гостиниц, 5 банков, 2 театра, 6 типографий. Фабрика заводов, как мелких, так и крупных, 31. Население 68 558 жителей. А за порядком в городе день и ночь следила полицейская команда, в штате которой состояло 70 человек. О них, собственно, наш сегодняшний рассказ. Полицейская команда повелась в Луганске в 1883 году, через год после того, как городу был присвоен статус уездного. Вначале за порядок в городе отвечало 20 полицейских. Жалования платили по 164 рубля в год. Для ценового сравнения, пункт хлеба стоил тогда 3 копейки, мясо 11 копеек. Плюс из городской казны стражи порядка получали 20 рублей на обмундирование и вооружение, револьвер и шашку, которую в народе прозвали «селедка». Помимо поддержания порядка в городе, выявления преступников, луганским полицейским приходилось выполнять и другую работу. Например, сбор казенных из емских недоимок, выдача паспортов, свидетельств, разрешений, забота о подкидышах. Борьба с пожарами также ложилась на плечи полиции. При частях были пожарные команды. Все подозрительные лица были на строгом учете. Картотека преступников формировалась по видам преступлений отдельно. Например, убийцы, воры, мошенники. В различных карточках значились имя, фамилия, рост, след, особые приметы. С 1906 года как метод распознавания преступников начала применяться дактилоскопия. А какие преступления были наиболее распространены в Славяно-Сербском уезде? В музее МВД изданные за 1866 год. Итак, 250 лет назад наиболее частыми были кражи. Их за год было совершено 72. На втором месте незаконная вырубка леса. Далее следует личное оскорбление. Их было 18. За 1866 год на территории нашего уезда не было зарегистрировано. Тяжелых побоев, преступлений детей против родителей, вступление в брак при жизни супруга. Сопротивление власти, разбои и святотатств. Уже в 1913 году лидируют другие виды преступлений. Так, на первом месте нарушение пятийного устава. Проще говоря, пьяные выходки. Таких случаев 400. Далее 200 случаев нанесения увечий. На третьем месте сопротивление распоряжению властей. Статистические данные велись очень скрупулезно. Например, можно узнать, что большая часть преступлений за 1908-1913 годы совершается мужчинами и женщинами в возрасте от 30 до 40 лет. И если мужчины продолжают хулиганить до конца своих дней, то с женщинами после 1951 года не совершено ни одного правонарушения. Преступление по сословиям. Статистика говорит, что большее количество преступлений совершалось крестьянами. Так, за 1909 год арестовано 334 крестьянина, 34 мещанина, 4 казака, 16 сельских обывателей и один почетный гражданин. Статистика учитывала даже преступления по конфессиям. За 1911 год, нужно сказать, молодцы представителям армяно-грегорианской, католической и лютеранской конфессий ни одного преступления. Кстати, меньше всего правонарушений совершалось в те годы именно представителями армяно-грегорианской церкви. Интересно, что в 1909, 1911, 1912 годах не зарегистрировано ни одного задержания у несовершеннолетних девушек. Что происходит в наше время по этому пункту статистики, вы сами знаете. Мы упоминали о том, что полиция появилась в Луганске в 1883 году. Возникает вопрос, а кто же следил за порядком в нашем городе до этого времени? Завод, учрежденный в селении Каменный Брод, в соответствии с указом Екатерины II 1795 года, это было военное предприятие, и поэтому здесь была очень сильная, огромная даже, можно сказать, военная команда, которая обеспечивала и охрану завода, и обеспечивала, естественно, и порядок на этой территории. На нашем заводе и в нашем поселке Луганском, значит, здесь практически все определял директор или начальник завода. В разное время это разные люди были, но они все имели высокий генеральский чин, потому что предприятие было оборонное, и здесь все строилось как бы по военному образцу, но в то же время ответственность и правовая, особенно мастеровых, нижних чинов, там и всякого рода людо, значит, она определялась правлением завода и начальником завода. Ну, можно привести много примеров, как действовало это право, как оно выдерживалось и как с ним обращались. Ну, в частности, вот у нас здесь есть фрагмент дела, можно сказать, уголовного дела по обвинению двух сосланных на работы на Луганский завод, двух бывших священнослужителей, которые были грамотные люди, ну, за преступление были осуждены, лишены церковного сана, и они себе подделали паспорта, купили печати, вот показана она здесь, эта печать, купили печати, украли лошадей и сбежали. Они сами были из Полтавской губернии, Полтавскую губернию и сбежали. При продаже лошадей там, по ориентировке посланной славяносербским нижним судом, земским, значит, там приметы были ихние, и это было разослано в оси губернии, и по ориентировке они были там пойманы. Как наказали? Ну, вот наказание как раз и характеризует, собственно говоря, систему, которая существовала в то время, крепостную, они были наказаны, ну, один умер еще в Полтавской тюрьме, а второй был по этапу переслан в наш тюремный замок, а затем представлен сюда правлению завода. И правление завода присудило ему 2000 ударов палками, спицрутинами, и директор завода, тогдашний Нилус, утвердил это решение, и этот беглый был пропущен через трое тысячу человек два раза. Ну, кстати, такое оно практиковалось очень часто. Когда уже город Луганск становится въездным городом в 1882 году, это уже произошло после отмены крепостного права, то, естественно, что здесь уже установилась определенная полицейская система к тому времени, и уездным городам было положено иметь свою собственную полицейскую команду, и таковая команда была как раз и сформирована в 1882-83 годах. В начале XX века Луганск делился на четыре полицейских участка, в каждом из которых были полицейский надзиратель и околоточный. Помимо этого, в городе был сыскной отдел, жандармское управление и конно-полицейская стража. Полицейское управление находилось на патронной улице в Камброде. Арестный дом или изолятор временного содержания, как бы сказали в наше время, на Николаевской улице. Сейчас на этом месте Институт культуры и искусств. Тюрьма в те годы именовалась Тюремным замком. Под первый тюремный замок был приспособлен обычный добротный дом, купленный купчихе Марии Горюновой. О порядках, которые царили в Луганской тюрьме, рассказывал в своих воспоминаниях, пожалуй, самый известный ее заключенный. Сейчас вы видите в камеру, которая сто лет назад коротал время возмутитель спокойствия революционер Клим Ворошилов. Подпольная кличка Володя Антимиков. В общей сложности посылкам и тюрьмам наш земляк провел 7 лет. Первый раз он попал в Луганскую тюрьму в революционном 905 году, в июле месяце, после забастовки. В городе проходили забастовки, проходили очень много митингов. И в это время у нас в городе было 2 тюрьмы. Одна старая тюрьма и одна новая тюрьма. По приказу Климата Ефремевича Ворошилова старая тюрьма, она была деревянная, ее сожгли рабочие боевые дружины. Кстати, в это время как раз она готовилась к ремонту, и всех заключенные были вывезены в новую тюрьму. Но это, конечно, было сделано для того, чтобы как можно меньше, наверное, сажали, потому что сажали очень много всех рабочих, которые участвовали в этих митингах и забастовках. Конечно же, Климин Ефремевич в своих воспоминаниях вспоминал об этом периоде своей жизни. В частности, об этом рассказывается в его книге «Рассказы о жизни». И воспоминания о том, каково было в тюрьме, он говорит о том, что первое, куда его посадили, это в карцер. Понятно, что очень сильно били. И били до такой степени, что, в общем-то, он постоянно находился без сознания. Придет в сознание, потом, в общем-то, очнулся. И когда он пришел примерно в себя, его перевели в одиночную камеру. Но тюрьма была настолько сильно переполнена в тот период, что в одиночной камере сидело где-то по пять человек. Вот по воспоминаниям Ворошилова, например, чем кормили в тюрьме? Кормили похлебкой. Давали в общей посуде и ели все деревянными ложками. То есть, кто сколько съест, тому и доставалось, в общем-то, столько похлебка была, понятно, еле съедобная. В тюрьме было, вот так же в этой книге говорится, и полно клопов. Это, конечно же, условия были очень плохие. Ну, я, наверное, думаю, что и сейчас они, наверное, не очень хорошие. Нужно сказать, что если у арестанта были денежные средства, то скудный тюремный рацион он мог разнообразить за свой счет. Можно было приобрести чай, сахар, печенье, колбасу, сало, фрукты, бытовые принадлежности. А политические заключенные могли заказывать за свои средства дополнительное меню. Например, в понедельник в меню были борщ, жареная говядина и молочный кисель. В течение недели за дополнительную плату для политических узников блюда на выбор. Котлеты, битки, уха, рассольник, жареная рыба. Еще заключенным Луганского тюремного замка были положены прогулки. Два часа в день, час утром и час вечером. Можно было разнообразить свой досуг чтением. Климент Ворошилов впоследствии вспоминал, что в тюрьме он прочитал Некрасова, Пушкина, Кольцова и Карла Маркса. Куда без него. Кстати, первая отсидка Клима Ворошилова была короткой, менее полугода. Он был освобожден благодаря вмешательству рабочих, среди которых был лидером и пользовался уважением. Для того, чтобы освободить Ворошилова, нужен был залог. Рабочие собрали деньги с мелкой буржуазии, так она называлась, и с рабочих. И огромная демонстрация, которую насчитывало около 2-3 тысяч человек, подошли к тюрьме с митингом. И полиция, испугавшись огромного количества рабочих, в общем-то, выпустили Ворошилова в 1905 году под залог. Сумма эта была сравнительно небольшая, но это было первое заключение Климента Ефремовича. И дальше он опять начал заниматься революционной деятельностью. Осталось лишь добавить, что во второй раз у Климента Ворошилова так быстро не получилось выбраться из тюрьмы. В 1907 году из Луганского тюремного замка он был отправлен по этапу в Архангельскую губернию. Впрочем, оттуда вскоре сбежал, переодевшись в одежду священника. Мы подходим к завершению нашего рассказа. С февраля 1917 года в России поменялась власть. Наступила неразбериха как в жизни страны, так и в судьбах ее граждан. И, соответственно, в работе правоохранительных органов. Когда царь Николай II отрекся от престола и образовалось временное правительство в Петербурге, в Петрограде в то время он уже назывался, когда образовалось временное правительство, то, естественно, временное правительство России сразу же отказалось от полиции, даже от самого названия полиции. И свои правоохранительные органы назвали милицией. Была милиция временного правительства. Ну, естественно, были даны соответствующие команды, выпущены новые указы, циркуляры, инструкции, как должна действовать эта милиция временного правительства. На Украине образовалась Центральная Рада. Центральная Рада пожелала иметь свои, естественно, формирования. И вот здесь на витрине мы показываем, что с образованием Центральной Рады тоже была образована рабочая милиция, только она называлась. Ну, потом, насколько вы знаете, очень сложный период переговоров с временным правительством об образовании самостоятельной Украинской Республики. Очень, ну, так будем говорить, трагические события 1918 года в Киеве, когда советские войска стояли буквально под Киевом и ожидали окончания мирных переговоров между украинским правительством, образованным Центральной Радой, и Временным правительством, и потом большевистское правительство уже в последующем. Ну, естественно, все это предопределило то, что и в Луганске тоже образовалось тут целый набор различных чиновников, которые выполняли полицейские или милицейские функции. 8 ноября 1917 года в Славяносербском уезде была образована уездная милиция. Но поскольку власть в городе менялась очень часто, народной милиции не удавалось надолго взять в свои руки работу по охране порядка. Кто только не пытался в те годы хозяйничать в Луганске. Белогвардейцы и большевики, немцы и казаки не позавидуешь нашим землякам, которым довелось жить в то время. Но постепенно жизнь в стране возвращалась в мирное русло. Декретом от 9 февраля 1919 года на территории Украины была образована рабочая крестьянская милиция, а наркомом внутреннего дела Украины стал наш земляк, арестант с 7-летним стажем Климент Ворошилов. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...